доброй ночи всем выставлю я уже наверное утром это наконец расклад после радоницы дошли руки и посмотрим что принесла радоница каждому из нас и еще раз повторюсь радоница очень материальный праздник как ни странно может поэтому на кладбище мы просим в общем то кладбище это храм всех богов и мир смерти воскрешают и заведуют умершими они так что там в общем то такая же равнозначная пасха не посмотрим от высших светлых сил что она нам принесла в целом тем кто загадывал все и какая карта вас больше манит тот и ваш вариант к вам это относится больше то что я открою относится как бы ко всем но в отдельном варианте упор больше на эту карту чем я беру это русское магическое таро на нем не все вернее оно в марсельском стиле нарисовано что где только фигуры изображены посмотрим что выпадет загадывайте свой вариант ставьте на паузу кому не хватило времени а я начинаю и смотрите что у нас выпало всем интересно тут нет ни одной не фигурной карты ни одной хотя по логике должно было бы быть но тут все фигуры и даже из шести карт два старших аркана причем очень сильных и колесница и император то есть я бы сказала общее для всех что в вашей жизни в этом году будет очень очень много народу даже там где вы не ожидали это не только не одиночество но скажем так кто был одинок кто скучал без общества кому было тоскливо кому хотелось завести новых друзей этот год будет для вас прекрасным потому что тут очень очень много всего тут все карты фигуры причем заметьте из шести только одна женская фигура остальные мужчины то есть это говорит о деловой динамике потому что мужчина социуме он более динамичен как правило то есть тут очень много деловых контактов деловых поездок деловых намерений очень всего много такой активный как ни странно и деловой год уже говорила мне до этого до двадцать второго года такие ужасные карты падали 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 потом сейчас они вот перестали скажем так к зиме где-то зимой перестали плохие падать стали падать хорошие то есть то задолго им предвещает гораздо лучший период чем сейчас не по снам кстати тоже так что вот это такое общее то год будет динамичным как видите плохих карт тут в целом нет и в целом хорошие радоница это как раз соприкосновение двух миров нашего и тонкого и больше всего всякий негатив конечно вырывается если его нету значит нет вот такое общее наступление мы переходим к первому варианту к даме мечей так у нас первый вариант королева мечей перевернута надо императором но это королева мечей одолела противника который намного сильнее чем она это так понимаю аналог Далилы которая одолела самсона но смысл в общем-то не в библейском я не склонна библию везде приносить как многие совершенно не склонны в целом это человек и карта перевернута у нее очень невыигрышная позиция этой дамы мечей в данном случае это вы первый вариант вы одолеете врага который намного сильнее вас который могущественнее вас когда-то был и сейчас он прах ну в общем-то одолел это таким мечом маленьким попробуйте таким голову срубить вы поймете что это очень-очень неудобно у нее нету длинного реального такого меча с замахом нет это делалось в общем-то на оружие которое мало предназначалось для этого противник был намного сильнее но у нее это получилось вот у вас получится одолеть какого-то врага справиться любым путем ведомым неведомым да с помощью какой-то хитрости вполне возможно потому что впрямую более сильного врага не одолеть но это не касается там политики вашей родины не надо там вот это примешивать это ваш враг если у вас близкий кто-то военнослужащий военно обязаны это можно трактовать что он выйдет победителем только если у вас кто-то в прямую или вы в прямую где-то служите если этого нету ничего подобного то это именно такое не прямое скажем так победы это победа вот в жизни в конкуренции в магической войне это тоже одолеть но значение этой карты вы одолеете врага намного сильнее чем вы у которого было больше преимуществ у вас вообще их не было шансов но вы одолеете и еще что для не для практиков могу сказать что у вас есть враги которые хотят вас одолеть магически и вовсе не значит что они там какие-то великие в этом искусстве нет многие работают по книжке и очень-очень многие платят совершенно по-разному есть еще деревенская магия которая сильна именно жертвоприношением курицу режут все это любая жертвоприношение жертвенная магия она конечно сильная вот у вас такой есть человек который занимается жертвенной магией то есть курицу там петуха деревни режет так что имейте в виду но для практиков вы одолеете врага сильнее себя магически вы одолеете а для всех это именно победа в любом случае это победы она такая вот она тяжелая победа она не приносит какой-то материальные выгоды хотя знаете у меня девятка динариев выпала выйдет вам еще и деньги хорошие после этой победы вам пойдут деньги девятка динариев причем прямая совершенно точно выпала но на ней уже никаких фигур нет так что поздравляю победа первый вариант а мы прощаемся переходим ко второму варианту у нас второй вариант у нас валет динариев или пентакли у нас ну вот на этих картах мне всегда нравился валет пентакли это впрямую вы получите письмо вы получите послание вы получите известие и пентакли говорят что либо это известие о вашем здоровье и улучшении он прямой он над королем жазлов стоит то есть если у вас вопрос здоровья то оно предвещает вам какие-то хорошие вести это очень может быть потому что рядом дамы мечей это может речь идти и о здоровье может речь идти о работе под ним король жезлов это может быть впрямую что вы устроитесь на работу то есть вам придет в любом случае хорошее известие или кому-то придет о работе кому-то медицинское заключение хорошее придет кто-то ждет весточку просто деловую по бизнесу потому что тут колесница с другой стороны и все это положительные вести или вы знаете что кто-то по вам тоскует ну вот насчет любовного если по вам тоскует там особенно какая-то пожилая дама или просто дама и вот по вам сходится тоской просит вас приехать я бы на месте мужчин не поехала потому что вы встретите королеву мечей которую уже чью-то голову отрубил и с вами так же поступит чуть что не угодишь причем это не характер у нее это получится то есть если что-то у вас не наладится если чем-то вы не понравитесь или она заподозрит будет ревновать она будет очень ревнивая она будет предпринимать все шаги чтоб вы угодили скажем так в мир теней такая девушка такие бывают причем ей может показаться совершенно спокойно от ревности или что-то подумайте если вам встретиться характером кто-нибудь похожий на или даму мечей то стоит подумать иногда это вдова иногда разведенная иногда просто жгучая брюнетка но в данном случае вот вы повстречаете такой тип я его очень подробно описываю в первом варианте если вам это важно то послушайте и в любом случае у вас есть враг который таится за вашей спиной вы вы ему доверяете но он готов что заблазить вашим добро завладеть вашим имуществом и да и и вашей жизни им имейте ввиду у вас есть человек который может магичит он может просто желает бывает и такое чтобы вам было очень плохо вот эта дама мечей у вас за спиной она в реальности существует и умеет наносить удары на поражение причем вы о ней совершенно и не думаете тут валет динариев он повернут спиной и занят своим письмом он доставляет но в любом случае это благая весть второй вариант благая весть мы переходим к третьему варианту и у нас третий вариант колесница очень кстати красивая колесница он действительно герой тут действительно победитель и не надо размышлять на кого он там похож или что собой представляет о чем отчетливее нарисована карта чем она красивее тем более благоприятные события или большую силу она привлекает это обязательное условие у вас будет два выбора видите сфинкс в колеснице запряжен черные и белые один легкий прямой второй с очень большими трудностями черные с большим напряжением усилий это все дает этот черный цвет не то что этот цвет плохо но у каждого цвета есть энергетика и вы сами в этой колеснице на перепутье куда пойти идут вроде они в одинаковую цель как бы к благополучию но один есть гораздо более легкий а другой гораздо более тяжелый так что вот тут именно выбор легким путем идти или тяжелым путем пойти ну имя императрицы перевернута в любом случае вы пойдете к своему материальному благополучию пойдете в новый дом поедете в новую семью или семья расширится новую удачу новое благополучие это может быть рождение ребенка улучшение условий жизни улучшение условий быта новый бизнес причем бизнес спокойный но если бы еще императрица была прямая было бы вообще прекрасно так но деньги у вас будут в этом году и довольно большие колесница с императрицей еще дает и денежный год причем хорошие два старших аркана совпадают когда денежных это ведет к хорошему благополучию но единственное тут внизу у нас и смотрите то же самое подтверждают две карты у нас два авальта вернее рыцарь всадник пентакли и валет пентакли и рыцарь перевернуты а валет прямой рыцарь он более благоприятен чем валет но рыцарь перевернуты это тоже говорит еще раз что два пути два направления один легкий а по перевернутому все гораздо сложнее у вас в том и в другом случае все завершится благополучно вы получите одно и то же но один есть путь легкий и есть гораздо более сложный поэтому вам надо очень очень тщательно тут взвесить крайне крайне тщательно что же вам это принесет даже на колеснице семиконечная звезда изображена а семиконечная звезда связана с тенором планет то есть семь планет так рисуют то есть это полный круг полный круг и очень активная жизнь в этом году крайне активная и крайне продуктивная ну вот такой совет что подумайте десять раз когда вы что-то затеваете подумайте десять раз когда вы что-то делаете всегда у вас у вас в любом случае будут два пути один легкий другой тяжелый но это победа это и победа над врагами но больше всего это не то чтобы победа над врагами а все-таки улучшение ваших жилищных условий ваших материальных условий вашего бизнеса вашей семьи увеличения ну и конечно возможность отстоять себя впрямую если вы впрямую сражаетесь с врагом то это удача и успех на вашей стороне вы будете победителем вот такой у нас третий вариант и мы переходим к четвертым по тему я сомн сомн не У нас четвертый вариант и император. Четвертый аркан. Ну, хороший. Год очень динамичный вы заложили себе. Очень много организации, очень много структуры, очень много. И очень много перемен. И император – это не бизнес, как многие считают, но с недвижимостью он связан. Да, по четверке, по своему знаку, потому что наш дом – это четвертый знак. Зодиака – это луна, рак. А император – это вообще с ураном как раз связан. И с ураном в Скорпионе. Это организация, прежде всего. Это иерархия. Это отношения в обществе. Вот это все пойдет очень хорошо. Несмотря на то, что у вас есть враг, который очень хочет вас одолеть. Он у вас есть, Дамы Мечеевы. Самое интересное, мне выпала та же карта, что первому варианту девятка динариев прямая. И еще восьмерка. Как интересно. Вот попробуйте так вытащить. Деньги у вас пойдут. И туз Пентакли. Да, одни Пентакли. У вас будет год, связанный с финансами. Чуть больше, чуть меньше, девятка, восьмерка, туз. И пойдет какое-то имущество. Покупка дома, ну это второго дома. Там дачи вот такого. Или оформление ценных бумаг. Ценных приобретений. Золото, может быть, вы купите. Как накопление. Не просто как украшение, подарок кому-то. Но у вас пойдут дела. У кого-то это пойдет карьера. И на вашей линии колесница далеко. Вот тут самая сильная фигура. Так что у вас есть шанс. Несмотря на то, что завидуют. Подняться вверх в социуме. Шанс купить дом. Надо им только воспользоваться. Накопить деньги. Даже удивительно. В такое время, когда все рушится, но вам идут. Ну еще это может быть, если у вас здоровье выбило по какой-то причине. То эти Пентакли, они будут здоровьем придут. Они не придут. В прямую деньгами. Потому что иногда приходит здоровье, а не деньги. Это не отличишь. Ни на картах, ни в гороскопе. Могут просто поправкой здоровье дать. Ну, это в зависимости от вашей ситуации. Но в целом у вас хороший год финансово. И до следующей радоницы вы себе заложили. Как бы вам дают добро. Вам дают процветание. И очень много шансов. Но император это не императрица. У него нету такого периода, что он спокойно сидит. Просто и ждет. Нет. Это он работает. И очень много работает. Карты императора работают много. И основное, вот его на каких-то нестандартных решениях. Неординарных к нему приходит совершенно неожиданная идея. В общем-то, эта карта падает организатором. Если вы не организатор, может быть, вы переберете еще что-то себе, добавите. Эта карта падает организатором. Людям с силой воли, силой характера, которые себя могут заставить преодолеть любое препятствие. Очень много выдержать, очень много пройти и добиться своей цели. Тогда вы император. Если вы волевая натура, это ваш год, ваша карта. Если вы не способны сосредоточиться, если вы не способны бороться за себя, постоять за себя. У вас все то же самое, те же возможности. Все будут, но вы ими не воспользуетесь. Вы будете ждать, пока оно само. Вот у императора само не бывает. Это он распоряжается, у него власть, он командует. И если командует, то это и делает. Так что тут придется поработать за эти блага. Подумать, побегать, поделать. Вот такой у нас четвертый вариант. Мы прощаемся, переходим к пятому. У нас пятый вариант. Король жезлов прямой. И, кстати, здесь из всех карт только две перевернутые. То есть направление мы идем правильнее. Но самое интересное, что начало перевернуто и конец перевернуто в этом раскладе. То есть нужно очень внимательно быть в начале этого года и в конце. Год тут идет от Радоницы до Радоницы. То есть тут надо очень внимательно посмотреть, так ли мы делаем. Ваши решения должны быть очень взвешены и в начале года, и в конце. Поделите, значит, по два месяца. Тут у нас май-июнь. И в следующем месяце там Радоница будет в середине и мая. Ну, значит, с середины марта. Даже больше чуть будет, потому что чуть сдвинется на три недели. Это получается на 13 месяцев. Разклад. Ну, что она сдвигается. С 25-го там на 11-е мая. Две недели она почти сдвинется. Ну, что, король крести. Это воздвижение и над ним. Паш Динариев с хорошим письмом. Это продвижение. Слева император. Это продвижение по службе, по карьере. Занять более достойное положение в социуме. Иметь хорошее здоровье. Но у некоторых это придет после перемены места работы или вообще места. Потому что справа от вас уезжает псадник Пентакли. Он уезжает. То есть это намекает на какие-то перемены. И с одной стороны валет вручает письмо, а всадник уезжает. Это к вам придут перемены. Что-то придется оставить, что-то потерять. Но у короля жезлов много знакомых. Много деловых партнеров. Легко завязываются связи. Легко, довольно добивается намеченных целей. Но это не тот король, который сидит только на диване. Это король, который много работает. В жезла они работают. Много придется действовать. Еще, может быть, вам придется ходить по казенным инстанциям. Но они не несут ничего плохого вам. Это может быть оформление любого рода бумаг, документов. Это нехорошо и неплохо, но это довольно, в общем-то, сложно. Может быть, у вас уже было последние полгода. Это стоит вопрос перед этим. Такие, как смена паспорта, оформление документов на собственность, право на машину, заключение контрактов, в том числе и на работу, и рабочих контрактов. В общем-то, этот год может пройти в каких-то вот таких бытовых где-то даже проблемах, но очень трудоемких. Например, когда люди переезжают с квартиры на квартиру, это огромный труд. Часто себе даже говорят, больше никогда не перееду, потому что это очень тяжело. Смена работы тоже тяжело. Поехать куда-то на работу, в другую страну устроиться, это тоже все очень нелегко и трудоемко. Вот у вас будет такой год, довольно насыщенный, но он ничего плохого не несет. Это просто вот так, такое время. И очень хорошо устраиваться именно в социуме. На этой волне, в этих энергиях. То есть вы выиграли успех в социуме, можно так сказать. Вы получите вскоре об этом известие, ждите его. Может, еще что-то подсказка. Королева кубков. Королева кубков. Ну, нормально. Будет место и отдыху, и радости. И девятка кубков перевернута. Еще раз, мне третий раз сегодня девятка Пентакли выпадает. Похоже, всем подарили деньги. Довольно хорошую сумму. Тем, кто смотрел, подарили деньги. И еще девятка кубков. Ну, много радости будет. И деньги будут не просто работать. И много радости. Вот такой у нас пятый вариант. И мы переходим к последнему шестому. Это шестой вариант. Тут всадник Пентакли перевернутый. Но он очень красивый на этих картах. Красота. Это очень большая сила. Он хорошо одет. Он дорого одет. У него дорогой плащ. Дорогие сапоги. Дорогие перчатки. Перо страусовое. Кстати, перо страусовое всегда было символ успеха, богатства и зажиточности. И даже плащ двухцветный. Сверху оранжевый. Под цвет коня. И под бит он алым. Так же, как и шапочка под цвет сапог. То есть, это щеголь. Это франт. Тут единственный минус, что карта перевернутая. То есть, это не так все легко. И год с топором начинается на даме мечей. То есть, два месяца. У нас следующая радоница будет в середине 11 мая. В начале самой второй декады мая. То есть, больше, чем 12 месяцев это. То есть, первая часть месяц. Два месяца с небольшим. И два месяца с небольшим до конца. То есть, к началу марта. Следующего года. И до июля, примерно этого года, нужно быть поосторожнее. В своих решениях, в своих суждениях. И не спешить ни в коем случае. Тут поспешишь, людей насмешишь. Будет девиз. И надо очень, так как это Пентакли. Так как перевернутый. Если бы был прямой, то бы сюда не относился. Но перевернутый. Он связан с такой хитростью. Связан с... То есть, тут может быть и обман какой-то. Кто-то будет... Вроде информация правильная, настоящая. Но она связана с каким-то обманом или подвохом. Тут надо очень внимательно проверять бумаги. При покупке, при продаже, при оформлении любых документов. Просто сами берите и проверяйте все. Вплоть до того, что доходит до предела, что люди собираются подписать контракт на ренту. Человек выходит, а ему, как хозяину предлагают уже под видом того, что он уже прочел совсем другой контракт. Там совсем-совсем все по-другому прописано. Вот такие варианты тут могут быть вполне. Вы можете в банке, если вы что-то подписываете. В общем, очень внимательно читайте. Десять раз читайте то, что вы подписали. Вернее, перед тем, как вы подписали. Потому что именно всадник Пентакли может быть связан вот с таким подвохом. С одной стороны, он несет нам денежные вести. Тем более, сверху колесница, а слева король жезлов. Он несет хорошие навестия. Он несет нам успех, но он перевернут. Это может быть связано с таким вот каким-то обманом, фальшью. И это будет весь год. А если вы попадетесь, то потеряете деньги. Если не попадетесь, то наоборот, пойдете в прибыль. Тут с одной стороны Пентерка Пентакли, а с другой Иерофан. То есть просто проверяем. Это зависит от вас. Это в ваших силах. То есть если, например, вы едете куда-то в командировку или что-то, ничего не делаете, когда вы приехали и еще очень устали. Встречайтесь на свежую голову. Даже если это вам немножко дороже. Да, мне то же самое выпало с той другим. Кстати говоря, девятка Пентакли. Всем подарили каждому варианту девятку Пентакли. Деньги подарили всем в этот раз. Даже удивительно. На Радоницу деньги подарили. Если вы не попадетесь в такую глупую ловушку, она обязательно на чем-то будет вам в этом году расставлена. Вы уйдете по Аркану Солнца. Закончите этот год. Очень-очень благоприятно. И каждому подарили по девятке Пентакли. В каждом варианте. В общем-то она мне выпала. И в вашем тоже. Кроме предыдущего. Четырем вариантом из шести подарили вот девятку Пентакли. Двум мне подарили, но остальным дали в подарок. Вы тоже входите в ваш вариант шестой. Вам дарят деньги и довольно крупную сумму. Или здоровье. Вот такой у нас был расклад на Радоницу. И мы прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова